Культ, 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 культ поход! В Кирове 12.05 и в эфире действительно программа Культ Поход. Сегодня ведет Светлана Дождевых и Николай Голиков. И в гостях у нас? У нас сегодня музыкально-поэтическая программа, потому что у нас в гостях сегодня основатель группы Эльтанго, очень известный в нашем городе музыкант. Это Николай Донецкий. Привет, друзья! Я рад быть снова здесь в эфире. Круто. И я сказала, что у нас еще и поэтический вечер, потому что у нас сегодня с нами поэт и автор-исполнитель песен Кристина Бёрд. Здравствуйте. Добрый день, Кристина. Кристина, вы у нас впервые. Да. Тем интереснее, тем лучше. А главное в такой компании. Это сразу уже интригует, сразу интрига. Итак, что такое вы нам приготовили? Что это будет? Почему вы вдвоем? Потому что мы когда-то решили... Работать вместе. Да, работать вместе. Сотрудничать. Ты знаешь, когда-то? Ну, лет 15 назад мы решили... Год назад, в это же время года, летом, я написала Николаю, что хочу с ним сотрудничать. Вот у меня есть песни, у меня есть стихи. И он согласился. Все так просто. А теперь мы записываем все так просто. Это название нашей песни, которую мы сегодня споем. Да, это правда. Но не просто, конечно, для меня дописаться очень сложно. Вот я сразу подумал, потому что сейчас ведь народ начнет письмо и спрашивает. Николай, я хочу с тобой сотрудничать. У меня есть стихи и песни. Миллион рублей. Вот это уже нормально. Кристина, да, поделитесь, как вот... Почему... Почему именно Николай? Почему Николай, да, как решились написать? Вот, предлагали ли деньги? Сколько предлагали? Ну, если честно, я давно его приглядела. Еще на поэтическом клубе... Борода. Борода, да. Борода. Присматривалась, присматривалась, не решалась, не решалась. Взяла, да и написала. Да, взяла и написала ВКонтакте. И он заметил. Вот сила намерения, поэтому, друзья, нужно очень верить. И не надо сомневаться в себе. Нужно верить, писать, звонить. А что вы отправили? Какое стихотворение, может быть, отправили? Или песню? Прикрепили или целую книгу сразу прикрепили? Я стихи не отправляла. Я отправила только записи, которые у меня уже есть. И все. Записи песен? Да, записи песен. А я сразу сказал, что... Вы уже с кем-то сотрудничали. Да, все, мы это делаем, и мы работаем. Я уже 8 лет как занимаюсь этим творческим путем. Пишу стихи, пишу песни. И на студиях тоже записывалась. Вот. А именно такая история, когда коллектив работает, серьезных музыкантов, живая музыка. Я давно мечтала об этом. И Николай сейчас собрал нам целую команду. И у нас гитара, контрабас, перкуссия. И даже флейта будет. Да, и не только флейта будет. У нас еще будет как-то сикухачи. Панфлейта. Потом вот эти ирландские флейты. Я забыл, как они называются. Забыл. Расскажите, когда? Потому что мы не озвучили, да? Вот уже мы анонсируем, я так понимаю, что какое-то мероприятие совместное. Когда, где ждать? А что? Да. А 29 июня в четверг. Через недельку. Да, через недельку уже состоится сольный концерт, на котором будет запись моего сольного альбома. То есть мои авторские песни, которые музыка и слова я написала сама, Николай аранжировал их. Мы будем записывать прямо на концерте. Где будет проходить концерт? Это будет в книжном клубе 12. Традиционно наша самая любимая в городе площадка. А чем, кстати, нравится, Николай, чем вот так привлекла вас эта площадка? Атмосферой, наверное, да, какой-то? Да я там 11 с лишним лет уже провожу концерты, работаю там, и нравится, потому что, ну, это дом для музыкантов. То есть это некое пространство, в котором люди могут прийти, порепетировать, попить кофе, покушать вкусные десерты, при этом играть концерты, и, ну, что мы там только не делали уже. А в плане акустики, например, да, там все-таки как-то есть нюансы какие-то? Или вы умеете подстраиваться под... Там все, в общем-то, очень даже хорошо. Я думаю, за 11 лет они настроились. Это все, что лишнее, отодвинули уже, наверное. Мы научились работать с этим залом, и, на самом деле, это, правда, все довольно несложно. Там все по-простому и по-домашнему. Писать будете только вот, ну, как звук или концерт уже снимать конкретно, то есть видеоборядки? Нет, у нас есть идея то, что все гости... Ну, то есть понятно, что запись альбома, это не просто отыграл концерт, и пошел домой. Типа, вот все мы записали. Нет, конечно, мы раза три эту программу сыграем. Вот, ну, какие-то песни, может, по одному разу, какие-то, может быть, по три. Вот, и те гости, которые придут... Да, кстати, очень важная штука, вход абсолютно свободный для всех на все время записи. Вот, но мы будем рады донейшену, потому что запись, дело не дешевое. И очень хотелось бы, чтобы нам кто-нибудь, да... Шляпу поставить? Нет, шляпу ставить не будем. Сейчас современный есть пост. Друзья, отправляйте, оденьте, Сбербанк, Тинькофф. Ну вот, и я думаю, что, ну, часика три мы поиграем точно. Вот с нами будут прекрасные музыканты, звукорежиссер прекрасный, хорошая аппаратура. 29 июня, 29 июня начнется с... 20.00. С 20.00 и три часа, то есть практически до самой ночи, да? До 20.00, до закрытия, до закрытия. Возрастные ограничения у мероприятия. 6+. Пожалуйста, приходите с детьми, все здорово. Да, мы уже проводили концерты, и к нам дети вообще ходят. То есть вы уже, правда, выходили к людям, да, в таком составе? Да, мы очень-очень много раз выходили. А сейчас просто уже решили, как бы это... Альбом записать. Зафиксировать. Что за бригада с тобой будет? На контрабасе Дима Ефремов, мой ближайший друг, соратник и человек, с которым невероятно приятно работать, потому что он с полу взгляда уже... То есть уже даже смотреть на него не нужно, он по затылку у меня понимает, что нужно играть. Ну, как-то так сложилось, потому что мы очень много лет вместе. На перкуссии будет у нас еще один талантливый человек, мой друг, Серега Трегубов. Это группа Дим Димыч. Они играют авторскую музыку, авторскую песню. Сергей, мы не так давно как-то сдружились прямо по-человечески, но мне страшно приятно общаться с этим человеком, потому что он настолько глубокий и разносторонний. Он играл с таким огромным количеством музыкантов, что... В смысле, не только в Кирове, то есть его приглашают там Москва, Питер, там разные города, разные фестивали. Ну, вот это все история авторской песни российской, современной. И Сергей, в общем, оказался невероятно крутым перкуссионистом. Я с такими даже, ну, наверное, может, и не играл, но он хороший. И с нами будет моя однокурсница, Люда Скорб. Она владеет... Ну, понятно, что она флейтистка, профессиональная, она работала в разных российских оркестрах. Она живет не в Кирове, она в данный момент живет в Перми, и она приедет к нам вот сюда на пару неделек. То есть мы сначала с ней сыграем концерт, и потом вот вместе Кристина Бёрдбэнд. Люда тоже с нами согласилась поиграть несколько песен, и, ну, это 100% будет интересно, потому что это человек импровизирующий, это человек, который умеет играть на всяких инструментах, о которых мы с вами даже не догадываемся. И даже название, которое они можем в эфире назвать, да? Да. Секухачи, например. Секухачи — это да, а потом еще что-то было. Вистл. Вистл. Да. Свисток. Да, да. Ирландские вот эти все штуки. Вистл — это свисток. В общем, это интересно, да, я знаю. Прикольно. Так что вот такая будет команда, Коль. Ну что, я думаю, пора перейти от слов к делу, потому что у нас есть поэт и есть исполнитель. С чего начнем, Кристина? Со стихов. Со стихов, конечно. Со стихов. Чтобы всем было понятно, о чем мы сегодня говорим. Да. Я хочу прочесть свое стихотворение, оно очень раннее. «Столько вас» называется. Сейчас пою музыку такую. Столько вас, мне неизвестных, сонных, жаждущих, влюбленных, Сколько нас, приезжих, местных, городских, изнеможденных, Сколько страсти нами скрытой, Было в юности недавней, Столько старого прожито, Что мы с грустью вспоминаем. Метры выпало осадков, Километрами дороги, Вновь ведут в тот старый садик, В детство, сидя на пороге, В юность с желтыми листами, В поцелуй, что не умея, В эти разговоры с мамой, В то, о чем так сожалеешь. Сожалеть, мой друг, не стоит, Все мы люди на планете, И частицами истории Мы являемся на свете. Браво! Я думаю, что сейчас еще одна родилась музыкальная композиция, да? Да. Вот, прекрасно. Кристина, вы сами какими-то поэтами вдохновляетесь? Есть любимые? Да, я люблю Ахастахову, я люблю Пушкина, он очень простой, его слог очень простой, Есенина. Вот Пушкин, Есенин и современных Ахастахова, они мне очень импонируют, простотой своего слога, понятностью. Например, Вера Полоскова, я не могу, я не понимаю, о чем она пишет, может быть, не доросла, не знаю. Но вот Пушкин, Есенин, это вот прям все четко, ясно, я знаю, о чем они пишут и понимаю, да. Буквально недавно слышал интересное мнение о Пушкине от Шкета из четвертого класса. Да? Он сказал, да, что он кем, какие слова, я таких слов-то не знаю, все время у папы спрашиваю, про что он пишет. Да, кстати, это правда, это правда задают. Да, реально. Многие классы учат стихи и многих слов абсолютно не понимают, да. Для них Пушкин уже как для нас, наверное, Державин был, да, вот такое же, что-то такое труднопонимаемое. Нет, я думаю, это значительно больший разрыв просто, чем у Пушкина и Державина. Я говорю, для нас вот был Державин, казался таким тяжелым, сложным. Коды, да? Они говорят, да, 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 они говорят, вроде Пушкин, да, конечно. Ну, интересно. Самое интересное, что Пушкин, это отнюдь не простой поэт. Да. Потому что вот послушайте Михаила Казинника лекции, да, про Пушкина. Никто не говорит, что он простой поэт. Нет, Кристина так выразилась, но я думаю, что она несколько другая. Язык, язык она, она мела виду язык. Да, да, да. Язык у него кристальный совершенно, да. Он мне понятен, я понимаю каждое слово, и каждое слово меня, вот в моменте здесь и сейчас, оно до меня доходит. То есть, если полосково я читаю, и мне надо вдумываться, о чем, что там, и гуглить слова, например, то как бы, или как-то, а его я понимаю сразу. Кристина, есть ли у вас какие-то главные темы в творчестве, которые, да, все равно, вот мы, приходят к нам художники, да, мы тоже их спрашиваем, какие основные темы, на которые они пишут картины. У вас есть основные темы? Жизнь. Жизнь и все, что я проживаю. Это детство, это мама, это папа, это отчим. Потому что у меня тема с отчимом еще есть, тоже многим откликается, многие вдохновляются тем, что папа, это не тот, кто тебя родил, это тот, кто вложил в тебя душу, это тот, кто был рядом в разные моменты, в разные периоды жизни. Это семья, это любовь, любовь я обожаю вообще, вот в любви. Мне кажется, это самые востребованные стихи. Притом у меня есть как и грустные, но они такие, знаете, созидающие песни, не то, что там все мужчины какие-то плохие и так далее. То есть, как бы я хочу донести, что любой опыт, он важен и нужен, и все есть добро. Поэтому вот такие про жизнь, про здоровье, про осознанность, про экологию даже есть, потому что я экоголик еще. Вот. Ну, в общем, стараюсь созидать творчество. Николай, какие-то любимые стихи появились уже из творчества Кристины или какая-то песня, которая больше всего вот так... Да, конечно, да. Я, на самом деле, когда впервые мне Кристина скинула все эти демо-записи, я такой... Черт, вот это да. Вот это у нас, оказывается, в Киеве есть своя Ахастахова. Ну, вот такая девочка, которая просто пишет простые стихи. Просто пишет простые стихи. Ну, простые только на первый взгляд. То есть, на самом деле, конечно же, там вложена куча смысла, и что любимое... Ну, вот все, что любимое, из этого получились песни. Вот. То есть, Кристина их написала, я их как-то переделал. Есть песни, которые я переделал кардинально абсолютно. Вот, которые у нас будут на записи альбома. И есть песни, которые совсем новые, которые... Я все это послушал, мне очень нравится. Мне правда нравится. То, что мы делаем... Я помню первое прослушивание. Я сижу, пою ему и играю на гитаре. И песня про любовь была. И он сказал, знаешь, после такой... У него прям какие-то слезки на глазах. Знаешь, я говорю, ну, меня сложно, меня уже сложно зацепить чем-то, тронуть. Но ты меня тронула. И я так это запомнила и поняла, что моя сила в искренности. И перестала этого стесняться. Но я до сих пор скромненькая такая, конечно. Ну, это... А что в планах, Кристина? Захват мира. Ну, да, сразу же это... Ну, она же скромненькая, конечно. Всего лишь захват мира. Переезд какие-то, да, какие-то сотрудничества новые или... Ну, конечно же... Или это провокационный вопрос какой-то, нет? Я просто хочу масштаба. Хочу масштабировать. И чем больше людей будут слушать мои песни и стихи, тем, я считаю, больше будет любви и добра в этом мире. Поэтому, конечно же, я за масштабы. Конечно же, мы не просто так записываем этот альбом. Цифровое пространство. Да, и у нас планы большие и на цифровое пространство. Вот, вот я это имела в виду, да. И на концертные туры, и на гастроли. Друзья, приглашайте нас по городам. Вот. Ну, то есть... А как вообще к стихам сейчас относятся? Вот 19 век был такой литература-центризм, да? Практически все пытались писать, стихи были очень популярны. А сейчас, чтобы слушали стихи, нужно их перекладывать обязательно на музыку? Или все-таки есть какая-то, да, категория, которая любит еще вот аутентичное прослушивание стихов? Мы живем в удивительное время. Такого не было, наверное, с... С 80-х годов такого не было. С 80-х годов. Это правда. Стихотворное. В Гирове, в Слободском, в Чепецке это что-то безумное. Там чтение на улицах, чтение там... Я один раз тоже попала в Слободском на что-то дворовое. Я там в башне у них. Да, в башне у них приступала эта роскошь просто. Такие люди там так приятно выступают. Круто, круто. Буквально недавно мы читали на Спарской. Понимаешь, вот сейчас это есть. С 80-х годов такой бежухи не было. И очень много молодых людей откуда-то. А до 80-х это было только в 60-х. Да. Но тогда... Ну, кстати, мы вот это снова прошли, но это уже закончилось, к сожалению. Это был очень короткий всплеск, буквально 4... Вот до пандемии, да, года. Это 4-5 лет назад. Может быть, это начиналась, пандемия пригасила, а сейчас это снова пошло дальше. Возможно, снова пойдет, конечно. Но когда поэты собирали стадионы, понимаете... Ну, это только уже в 60-х. Мы больше залов в космосе не собирали. Уже точно. Не, на самом деле, то есть в Москве, например, прийти на поэтический концерт, это, ну, в общем, как бы не дешевая история. Там, например, особенно если выступает Дмитрий Быков или Вера Полоскова. Ну, пойди ты там, это самое, сходи. Еще и мест тебе не достанется. Вот, поэтому... Ну, это довольно популярная штука. Поэтому поэзия, это прекрасно. Поэзия, это то, что украшает нашу жизнь. И она без музыки прекрасна. А с музыкой еще прекраснее. А с музыкой еще прекраснее. Это я к тому, что пора бы уже и спеть наверх. Давайте, давайте. Самолет? Давай самолет споем, да. Это та песня, которой Кристина меня просто покорила. Это когда усики зашевелились. Нет, это в другой раз. Там я тебе любовь пела. Ну, зачем? Как же все хорошо будет? Она за искренность. Да, это честно. Но там тоже шевелились. Ты моя глубина Разговоры по душам Я в тебя влюблена Это наш роман И не важно, куда И когда мы придем Я сейчас счастлива Ты мое тепло Мы с тобой танцуем Море вместе с нами рядом Белый крылый самолет Я тебя целую И нас накрывает этот Космос за собой зовет Мы с тобой танцуем Небо вместе с нами рядом Белый крылый самолет Я в тебя влюбилась В смысле Отключила себе Разрешила быть собой Все, я улетела уже на море Самолет у меня там Ты в лучах Яркий свет Я любуюсь Пою Каждый миг Каждый шаг Наслаждаюсь Парю И дорога И стель Горы Реки Леса Буду вечно смотреть Я в твоих глазах Мы с тобой Танцуем Море вместе с нами рядом Белый крылый самолет Я тебя целую И нас накрывает этот Космос за собой зовет Мы с тобой танцуем Небо вместе с нами рядом Белый крылый самолет Я в тебя влюбилась В смысле Отключила себе Разрешила быть собой Мысли отключились Нормально Браво, спасибо В общем, песня закончилась Я ждал Где-то на середине Я тоже улетела на самолете И мысли отключились Все, когда в этой песне Чудесно Мне кажется С большим удовольствием Наши слушатели Сегодня сейчас Послушали живое исполнение Вот Кристина Был ли опыт Продажи Каких-то уже своих песен Каким-то известным Исполнителям нашим Российским Я вот не знаю Известным или нет Но с Москвой я работаю Я пишу для них тексты песен Конечно, мне это не очень иногда нравится Потому что там Им нужна простота Хиты — это простота Это что-то очень простое И очень такое, как сказать И цепляющее где-нибудь Да Это работа, как называется Для зарплаты Для поддержания Я берусь Если мне музыка нравится И идея нравится То есть если что-то про любовь Если что-то экологичное Да Я работаю с Москвой Пишу им тексты на заказ И еще я пишу Поздравления на заказ В стихотворной форме На любые торжества То есть свадьбы Невесты, женихи Юбилеи Мамы, директора Это все мое Я погружаюсь И выдаю, что люди прям плачут И типа Ааа Все про меня Боже, как это Откуда ты знаешь Вот Ну, в общем Интересно Люблю я это все Дело Интересный опыт У нас осталось буквально Две минуты до перерыва До рекламной паузы Мы напоминаем, что у нас в гостях Николай Донецкий Наш известный музыкант И автор-исполнитель песен Кристина Берт Мы сегодня анонсируем Концерт-запись Вашего Альбома Запись на альбом Я так понял, что 29-го В 8 часов вечера В 12-ке Это будет первая часть записи Да? Нет, я так поняла, что она начнется Нет, не несколько дней В смысле это будет Три часа Абсолютно точно Запись Да нет, я понимаю То есть ты говорил, чтобы по несколько раз Исполнять это в один заход Это прям в один заход А, ну понятно Тогда я понял В течение трех часов Ну то есть первый час будет концертная такая часть А потом мы перепишем А потом просто что-то неудачно перепишемся А потом просто что-то неудачно перепишется Да, и мы будем переписывать И то есть получается зритель побывает на таком иммерсивном шоу В студии получается И автор видеоверсии этого шоу станет зритель Потому что мы попросим всех снимать это все на телефоны В таком варианте В таком Ой, потом можно еще клип сделать Да, да, да Из этого всего В этом смысл В этом смысл Да, и возрастное ограничение 6 плюс Да? Да, еще напомним нашим телезрителям Что они могут позвонить к нам в прямой эфир После рекламной паузы Поучаствовать в розыгрыше наших призов У нас сегодня их очень много После рекламной паузы я обязательно их озвучу Напомню также номер нашего прямого эфира 211-101 Продолжаем нашу программу Напомню, что ведем мы ее сегодня Николай Голиков, Светлана Дождевых А в гостях у нас два прекрасных творческих человека Кристина Берт, поэт-автор, исполнитель песен Николай Донецкий Ну, это просто очень известный вятский музыкант Очень рада с вами продолжать разговор Ну, а пока Самое главное Призы Ограничение 16 плюс Пригласительное в галерею прогресса На выставку столкновения Ограничение 12 плюс Пригласительное вятскую филармонию На путешествие в мир музыки В органном зале состоится концерт 20 июня в 11 часов Ограничение 6 плюс Детские лектории Лето безопасностей 23 июня в 11.00 Ограничение 6 плюс И также книги от магазина Читай город Елена Михалкова Ваш ход Миссис Норридж Ограничение 16 плюс Ася Володина Протагонист 18 плюс Владислав Крапивин Мушкетер и фея Ограничение 6 плюс Эти и другие книги Вы можете найти в магазинах Читай город В торговых центрах Театро Крым Торгово-развлекательном центре Макси на Луганске И ТРЦ Фестиваль Ну и теперь вопрос От наших гостей Вопрос будет На интуицию И на засыпку Это правильно Только такие нужно задавать В каком классе Я написала Своё первое стихотворение Так, нужно Мне кажется Надо дать варианты Нужно дать варианты Да Можно три варианта Да Первый класс Так Шестой класс Одиннадцатый класс Итак Первый, шестой, одиннадцатый класс У нас первое стихотворение Кристины Бёрт Так, когда появилось Мы ждём ваших звонков В прямом эфире И у нас уже есть Здравствуйте, вы в эфире Добрый день Добрый день Как вас зовут? Я так думаю Меня зовут Ольга Ольга Я думаю, что вы написали Первое стихотворение В первом классе Правильно Все внимательно Спорим на Кристины Еще одна попытка Да, у нас действительно Есть еще одна попытка Шестой тогда Да Умница Умница Надо больше обрадоваться Чем молодец Ольга, спасибо Все равно Рана Молодцы Так она вообще молодец Ольга Выбирайте приз Билеты в кино Билеты в кино Хорошо Все прекрасно Мы вас передаем редактору И слушаем следующий вопрос Теперь, наверное, от Николая А, нет, я хотела узнать Что это было за стихотворение Это было стихотворение Хоку На уроке литературы Мы изучали разные стили стихотворения Кристина, вы помните три строчки Это очень быстро Нет, я не помню Вот там что-то было про лес Про лес и про природу И про смысл жизни Тогда можно сказать, что в шестом классе Все написали стихотворение Потому что сейчас дают точно такое же задание Да, да, да Вот нам дали задание И я написала тогда свое первое стихотворение Но если многие после этого останавливаются Это их остается единственный опыт Это вас наоборот, видимо, да Только оказалось началом пути Вопрос Николай Я давно работаю с поэтами Правда, и сам я пришаливал, так скажем В детстве И даже написал Вот недавно написал песню В подарок нашему городу на Новый год По-моему, неплохо получилось Так вот, как же назывался литературный клуб Который я с моим другом основал? Можно без вариантов Вопрос на внимание, потому что это слово сегодня звучало Конечно Да, да, мы обычно так и поступаем в нашей программе Используем какие-то слова И проверяем потом на внимательность Итак, есть звонок Здравствуйте, вы в эфире Здравствуйте Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста Я Валентина Валентина Пока я набирала, я пропустила ваш вопрос Давайте мы еще раз зададим Николай Донецкий является основателем литературного клуба Да, вот какое имя Это танго Нет, это не музыкальный коллектив А именно литературный клуб Одно слово Не знаю Но вы же знаете, как я выгляжу Ну, немножко, да Это связано с особенностью внешности Лит-клуб На букву Б Нет, видимо Видимо, все-таки Валентина Немножко не ваш день сегодня Ну, ничего В следующую пятницу встретимся снова Мы пока не раскрыли На самом деле, да Абсолютно Вопрос простой, но ничего У нас есть еще звонок Здравствуйте, вы в эфире Нет, видимо Алло Здравствуйте Здравствуйте Представьтесь, пожалуйста Светлана Светлана, здравствуйте На букву Б? Да Да Может быть, Борода? Конечно Ура Бинго Тоже на букву Б Абсолютно верно Светлана, вы определились Что хотите в подарок? Нет, к редактору Хорошо, тогда передаем вас редактору У нас осталось с вами Четыре минуты разговора Успеем задать еще? Давайте лучше споем Давайте споем Ну, слушайте, ну, в конце концов Гитара Исполнители прекрасные Конечно Я помню Да, мы всегда Это уже стало традицией Друзья, желаем вам хорошего дня И пусть у вас будет все просто Как в этой песне Все так просто Мое равновесие Ах, порхаю И прошлую грусть На крючок Я в прихожей повесила И туда никогда не вернусь Все так просто Все так просто Все так просто Без вопросов Без вопросов Без вопросов Все так просто Все так просто Все так просто Нет вопросов Нет вопросов Нет вопросов В настоящем живу я счастливо И летают душе мотыльки А она оказалась запаслива Прошлым грозам люблю вопреки Все так просто, все так просто, все так просто Без вопросов, без вопросов, без вопросов Все так просто, все так просто, все так просто Нет вопросов, нет вопросов, нет вопросов Сердце любит, и больше не каменно А в душе, наконец, торжество Она любит так мудро и пламенно Дарит миру для нее волшебство Все так просто, все так просто Все так просто, все так просто Все так просто Вместе с нами поедете Все так просто Хорошая мантра, аффирмация Все так просто О, много голос еще Все так просто, просто, просто Ура! Это была программа «Культ. Поход» С вами были ее ведущие Николай Голиков и Светлана Дождевых И в наших гостях был Николай Донецкий и поэт Кристина Берт Спасибо! Спасибо, друзья! Приходите 29-го на запись нашего альбома Ура! 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 Субтитры сделал DimaTorzok